Всем привет, с вами Виталий, и добро пожаловать в новое видео! И вот вы, скорее всего, замечали, что так называемые обычные люди, люди, которые увлекаются кей-поп, очень сильно отличаются, особенно, когда дело доходит до разговоров. Это просто пропасть какая-то, когда человек, который любит кей-поп, начинает что-то говорить, а другой, который с этим никак не связан, его, ну, вообще никак не понимает. Окей, есть огромное количество слов, которые понятны исключительно в сфере кей-поп, но есть также и такие словечки, которые для простого человека и для кей-попера будут значить абсолютно разные вещи, и давайте в данном видеоролике на это посмотрим. Возможно, вы сможете узнать для себя что-нибудь новенькое. Но прежде чем начать, обязательно подпишитесь на канал и поделитесь данным видеороликом со своими друзьями, чтобы они тоже смогли узнать как можно больше. И первая такая словечка — это камбэк. Что подразумевается под камбэком у обычного человека? Ну, наверное, это что-то куда-то возвращение. То есть кто-то ушел, потом вернулся. Что же значит камбэк для фанатов кей-поп? Это радость, счастье, ведь любимые артисты дарят новый альбомчик или мне альбомчик, или еще что-либо. И как бы вот это их камбэк. Они с одной стороны вроде бы возвращаются, но эмоций от этого получается гораздо больше, чем от того, что ушел и вернулся какой-то неизвестный вам человек. Далее — файтинг. Файтинг. Окей, для обычного человека файтинг — это чьи-то разборки, это чья-то драка и так далее. Что же значит файтинг для того человека, который увлекается кей-поп-индустрией и вообще корейской культурой? Это наоборот, пожелание счастья, удачи и так далее, и тому подобное. Так что все нормально. Никто ни с кем не дерется, когда вы вдруг со стороны слушаете это словечко. Это наоборот очень даже позитивненько так и хорошо. Так что файтинг еще никому не помешало. Далее — BTS. Три простые буквы. Для обычного человека обозначение BTS — это значит, что что-то происходит за кулисами, за сценой, вне, в общем, глаз зрителей. И как бы показывается нам закулисная жизнь, там, звезд и так далее. В общем, все вроде бы нормально. Но что же это значит для фаната кей-поп-культуры? Это те люди, которые еще именуют себя Тан-дан, Сонян-дан. То есть это просто группа, которая имеет мировую популярность. Это те люди, которых знает уже, не очень красиво выражаясь, каждая собака. Просто потому что они как бы везде, придя из ниоткуда. Ну, собственно говоря, о чем тут еще можно говорить, если даже тот человек, который понятия не имеет о том, что такое кей-поп, знает, кто такие BTS. Ну, просто как-то да. Далее еще один такой же интересный момент, связанный, опять же, с названиями. Это Big Bang. Что представляет себе обычный человек? Ну, скорее всего, речь идет о сериале Big Bang Theory, или же Теория Большого Взрыва. Ну, или же, уходя совсем в научную сторону, это Теория Вселенной. Меня, например, вполне устраивает такая вариация, но еще больше устраивает вариация другая. Это то, что Big Bang это короли. Пять королей, если выражаться точнее, потому что это группа Big Bang. А вот что вы представляете в своей голове, когда речь заходит об океане? Ну, наверное, Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый. Ну да, это все прекрасно, да, если вы не знакомы с кей-поп. Потому что в кей-поп индустрии океан, это когда фанаты радостно со своими лайкстиками светящимися поддерживают какую-либо группу. И это, собственно говоря, еще имеет немножко другую сторону. Это то, что в хорошем понимании все включают лайкстики и начинают поддерживать артиста. В не очень хорошем варианте это Черный Океан, когда лайкстики не включает никто и все игнорируют группу, выступающую на сцене, как было с группой Sony CD. А вот что первое вам приходит в голову, если я скажу слово вирус? Вирус человека, вирус компьютерный, вирус еще какой-либо. Окей, вирусы бывают абсолютно разные. Но есть одно но, которое отличает кей-поп индустрию. Это то, что для фаната кей-поп вирус это немножечко другое. И это более позитивное, что никоим образом не упредит. Просто потому что вирус счастья. По-моему, это называется как-то так. Это тот участник, который всегда поднимает всем настроение. Он весь такой из себя шучки любит, улыбаться любит. Вообще, все супер мило, все супер приятно. А в отличие от вируса обычного, которым лучше вообще не сталкиваться. Ну или же, например, Олкел. Убезает всех. Что приходит на ум в первую очередь? Ну, наверное, какой-нибудь кошмарный фильм ужаса, в конце которого все убиты. Ну да, наверное. Но, опять же, кей-поп все переворачивает с ног на голову. И Олкел кей-поп это не настолько ужасно и пугающе. Это скорее то, что кто-то получил первое место во всех чартах. То есть, вышли они, значит, со своим кумбэком, и тут раз, и все подмели под себя, и оказались на вершине. Все очень здорово. Да, это действительно гораздо лучше, чем Олкел в каком-нибудь фильме ужаса. Далее слово bias, которое привыкли все произносить как bias, потому что так проще. Но, тем не менее, изначальное слово bias можно перевести как предвзятость или предубеждение. И для обычного человека это действительно будет таковым. То есть, это предвзятость в отношении чего-либо, как бы, в плюс или в минус. То есть, либо в лучшую сторону, либо, собственно, в худшую. Ну, что же значит bias и упрощенная вариация пьес для куната и гиппокультуры. Это любимый участник, самый прекрасный, того, которого хочется считать самым талантливым. Что он и петь умеет, и рэп хорошо читает, и танцует замечательно. Если на самом деле даже это не так, то... Ну, это же bias, ну, почему бы его не превознести на пьедестальчик и не сказать, что он супер владеет всем. А вот, что придет вам в голову после слова карат? Ну, наверное, это какие-то драгоценности, карат и бриллиантика. Все так дорого-богато, интересно, красиво, блестяще. Но нет, если вы фанат киппоп, то, скорее всего, в голову вам придет совсем другое. И карат будет не в формате, как бы, единицы измерения, так называемой, для драгоценных камней, а это будет фандом группы. Севентин. Почему бы, собственно, и нет замечательное такое название, в очередной раз путающие всех. Далее, еще одна похожая история. Эльф. Эльфики. Еще с детства можно помнить, что это такие прекрасные существа, которые помогают тому же Санта-Клаусу, по-моему. В общем, все хорошо, все замечательно. Могут там где-нибудь чего-нибудь подколдовать и так далее. В общем, делают добрые дела. А что делают эльфики в киппоп-культуре? Они являются фандом группы Супер Джуниор, потому что, ну, видимо, они хотели создать себе команду из тех людей, которые будут везде их поддерживать, везде им помогать. И у них это определенно вышло. А вот, услышав слово Бигэй, вам, наверное, в голову приходит вот та вот милая собачка, прелестная, такой вот потискать прям-таки хочется. Но, если вы фанаты кейпо-байдлов, то, скорее всего, вам приходит в голову совсем другой образ. И Бигэй для кейпопера это такой вот веселый, заводной, прям, блещущий энергией по все стороны. Парень или девушка, в общем, кто-то, выглядящий супер милой и отчасти напоминающий эту прелестную собачку. Но, в любом случае, для кейпопера Бигэй – это человек, когда для всего остального мира это всего лишь собака. Или даже целая небольшая фразочка. No jam. Если вы, обычный человек, никак не связанный с кейпопом, то, скорее всего, в голову вам приходит что-то в формате не джема. Типа чего? Но, если вы любитель корейских групп, то, скорее всего, тут будет немножечко другая интерпретация этой фразы. Это что-то... То есть, чимин, ты не забавный. И почему, собственно, no jam? Потому что... Это как бы переделанная вариация теми. То есть, теми – это интересный, забавный... Да. А теми у нас незабавный. Несмотря на то, что его имечка очень перекликается с этим словечком. А вот что приходит вам в голову, если вы слышите «бегущий человек» или «райнмен»? Окей, скорее всего, «бегущий человек» – это значит, что просто кто-то где-то куда-то бежит. Не важно где, не важно когда, не важно куда. В общем, просто он бежит, поэтому он «бегущий человек». Почему бы, собственно, и нету всего мира, это действительно так. Но, переходя в мир кей-поп-индустрии, «бегущий человек» становится команда веселых и находчивых, я бы сказала. Ну, в общем-то, действительно команда веселая, команда находчивая, которая приглашает к себе различных других знаменитостей, вроде тех же айдолов. И это очень популярное корейское телешоу, в общем, передачка, где кто-то выполняет какие-то задания, пытаясь соревноваться, а потом получая наказание. Это довольно-таки действительно весело, но мне кажется, что это телешоу начинает сводить всех с ума, потому что оно бесконечное, как Санта-Барбара. А вот что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «куки». Кто-то вот произнес его, и первая мысль, скорее всего, это «ммм, сейчас бы с шоколадиком, или с орешками, или еще с чем-то, в общем, супер вкусно, супер приятно так». Но нет, если вам нравится кей-поп, то, скорее всего, в банн среди образов попался немножечко другой. Вот этот. То есть «куки» — это сокращение от «чунгуки». Собственно говоря, участник группы BTS «Чон Шон Гук» у нас превращается в печенечку. Почему бы, собственно, и нет, и даже бы откусить от него кусочек не помешало. Ну ладно, пусть он будет живой печенечкой, которая больше похожа на кролика. И, кстати говоря, да, еще один момент. Что вам приходит в голову, когда вы слышите «обо мне», «окроличек». Вот, да, отсылаясь к «куки», можно увидеть вот этого кролика, или вот этого кролика, или вот этого кролика. Но только в том случае, если вам нравится кей-поп. Если вам не нравится кей-поп, то, скорее всего, кролик у вас будет выглядеть как-то вот так. Ну а есть ли еще какие-то такие забавные, интересные словечки, фразочки, которые для фаната кей-поп и для обычного человека отличаются? Не те вот специфические слова, которых как бы вы в обычной речи не встретите, а именно те, которые имеют двойное значение. Если вы еще что-то такое вспомнили, то обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. 다음 시간에 만나요! 여러분, 안녕! 고맙습니다! 안녕! Субтитры подогнал «Симон»